МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире сегодняшнего выпуска. Автопоезд «Здоровье» в области завершил свою работу мобильный диабет-центр. Вредна котлета для атлета, а для спасателей подавно. Сотрудники регионального МЧС сдали нормативы физкультурного комплекса ГТО. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в советском районном суде с последним словом выступили обвиняемые во взятках бывший руководитель Рязанской ГИБДД, а именно экс-начальник региональной госавтоинспекции Александр Алфосов, его бывший заместитель Валерий Вышинский и бывший замначальником РЭО ГИБДД Игорь Тесленко. Напомним, уголовное дело было возбуждено 3 апреля 2012 года, когда после получения взятки в размере 459 тысяч рублей в своем служебном кабинете был задержан Алфосов. Следствие установило, что тогдашнее руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников за деньги выдавать так называемые красивые номера, а также водительские удостоверения. Взятки также получались от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности. Всего бывшим высокопоставленным гаишникам вменяется получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, Александр Алфосов приобрел на свое имя диплом кандидата экономических наук и за эту ученую степень получил надбавку в размере 13 тысяч рублей. И еще совместно с инспектором по особым поручениям Кристилевым организовал установку в трех служебных кабинетах руководства и приемно-регионального ГИБДД скрытые камеры, чтобы наблюдать за подчиненными. Сегодня обвиняемым Советский районный суд продлил содержание под стражей до 11 декабря 2015 года. Продолжается борьба с санкционными продуктами. Начиная с конца июля нелегально ввезенные импортные сыры, овощи или фрукты стали погибать на полигонах бытовых отходов. Тогда это вызвало бурную реакцию общественности. Появились даже мнения раздавать такие продукты малообеспеченным слоям населения. Однако надзорные органы продолжают выявлять запрещенную к ВОЗу пищевую продукцию не только на границе России, но и уже на прилавках в центральной части страны. Так прокуроры Рязанской транспортной прокуратуры обнаружили партию слив неизвестного происхождения на оптовой базе. Уже довольно долго действует эмбарго на запрет ВОЗа в России сельскохозяйственной продукции из некоторых зарубежных стран. Обнаруженные нелегальные продукты изымаются и уничтожаются на полигонах бытовых отходов. Напомним, что указ об уничтожении товаров из санкционного списка, незаконно ввезенных в Россию, подписал президент России Владимир Путин. Однако нелегальные продукты до сих пор продолжают поступать на прилавки российских магазинов. В ходе проверки 5-й оптовой базы Рязанские транспортные прокуроры совместно с сотрудниками Россельхознадзора выявили партию слив неизвестного происхождения. Фактов реализации санкционных товаров не выявлено. Вместе с тем выявлена партия слив, на которую отсутствовали товаросопроводительные документы либо маркировка, подтверждающая страну происхождения товара. Кстати, недавно сотрудники Федеральной таможенной службы предложили новую меру ужесточения. Они сейчас разрабатывают проект, постановление которой предусматривал бы введение уголовной ответственности за незаконный ввоз товаров. Эту идею поддержал и министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Пока по всей стране идет полномасштабное уничтожение нелегальных продуктов, обычные горожане продают выращенные на своих огородах фрукты и овощи на рынках областного центра. И большинство из них поддерживают практику уничтожения санкционных товаров. Какой их уничтожает? Главное, чтобы наша продукция шла хорошо, по идее. Людям, которые привозят такие продукты из-за границы, хотят сейчас ужесточить наказание. Правильно? Да, это да. А почему? Можете объяснить? Ну, они же не законно попадают. Как сказать, конечно, нужно свое выращивать на полях и фермерское хозяйство, ну, чтобы, как говорится, больше наших продуктов было, сельхозпродуктов. В общем, народное мнение очевидно. Меры, принятые по отношению к санкционным продуктам, помогут освободить место на рынке для российского фермера. Посещают продуктовые точки в областном центре рязанские полицейские. Стражи порядка находят в них пока не санкционные товары, а просроченные. С перебитыми наклейками срока годности продукты и сомнительный алкоголь. Недавний случай торговли с кверным товаром правоохранители выявили в гор-роще. Полиция и Роспотребнадзор Призанской области провели проверку торговой точки, которая расположена на улице Черновицкая. В результате рейда оказалось, что в этом магазине продавались молочные продукты с истекшим сроком годности. Просроченные продукты хранились вместе со свежими товарами. Кроме всего, в магазине выявили несоответствие температуры при хранении мяса, а также рыбы и творожных тортов. А на бутылках с алкоголем присутствовали акцизные марки с признаками подделки. В ходе проверки магазина выявлен факт реализации просроченной молочной продукции и нарушения технического регламента Таможенного союза Российской Федерации. Правоохранители изъяли свыше 10 литров алкоголя, а просроченные продукты сняли с реализации. На нарушителей были составлены протоколы административных правонарушений. Им грозит штраф. А в Клепяковском районе полицейские выявили подпольный цех по пошиву одежды марок известных брендов. Работали на швейном производстве нелегальные мигранты из Юго-Восточной Азии. Проблема нелегальной миграции является довольно распространенной в современном мире. И такую крупную страну, как Россия, к сожалению, не обошла стороной. На прошлой неделе сотрудники Рязанской полиции совместно с представителями УФМС обнаружили в городе Спасклепике подпольный цех по производству контрафактной одежды. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Был задокументирован факт того, что работа проводилась в полном объеме. На всех машинках, значит, осуществлялись работы нелегалами. Соответственно, работу данные проходили незаконно. На территории Клепяковского района данных пошивочных цехов не зарегистрировано. В цеху, который организовал на своей территории местный житель, трудились 37 нелегалов-уроженцев одной из юго-восточных стран. Они изготовляли одежду стилизованной под известные марки. В Клепиках производили спортивные куртки и костюмы различных брендов. Всего сотрудники полиции изъяли 8430 единиц готовой продукции, а также сырье для ее пошива. Нелегалы в скором времени будут выдворены за пределы нашей страны. Тем временем в Рязань прибыла китайская делегация из города Сюйчжоу. Торжественный прием состоялся в здании муниципалитета. В Рязань прибыла делегация из китайского города Сюйчжоу, которую возглавил вице-мэр. В понедельник 24 августа с представителями делегации встретился глава администрации Олег Булеков. В ходе визита китайская делегация рассказала об истории Сюйчжоу, а также об его экономическом развитии. Администрацией Рязани также была подготовлена презентация об истории нашего города, инвестиционном и туристическом потенциале. Олег Булеков, в свою очередь, отметил, что наибольший интерес для Рязани представляет сотрудничество в области машиностроения, электронной торговли, китайской медицины, облачных технологий, а также в сфере туризма. В завершении официального приема стороны обменялись памятными подарками, а китайская делегация пригласила посетить Сюйчжоу с ответным визитом. Договор между городами-партнерами был подписан в мае 1998 года. В 2006 году стороны подписали протокол намерений, которым предусматривается постоянный обмен информацией, сотрудничество между образовательными и научными учреждениями, театрами и музеями. Стало известно, что Рязанский хлебозавод номер 3 стал лауреатом региональной награды «Рязанское качество». Напомним, что знак «Рязанское качество» удостаиваются предприятия сферы торговли, общественного питания, туризма и бытового обслуживания населения, прошедшие добровольную сертификацию. Полученный на днях региональный знак «Рязанское качество» еще раз подтвердил, что продукция третьего хлебозавода популярна у горожан. Вкус овсяного печенья, если и не люб каждому, то точно знаком всем с детства. Вот и сегодня эти печеньки прямиком из цехов Рязанского хлебозавода номер 3 отправляются в детские сады города, потому что они полезны и не содержат искусственных примесей. Кстати, именно этот продукт, наряду с другими хлебобулочными изделиями, бородинским и московским хлебом, принесли предприятию региональный знак отличия «Рязанское качество». 12 августа этого года нам было присвоено звание предприятию этим видом продукции, который мы представили «Рязанское качество». Получить вот эту награду «Рязанское качество» – это большая гордость для предприятия, потому что, чтобы добиться этой награды, нужно было пройти большой путь по выработке систематически качественной продукции. Вот этот знак «Рязанское качество» – он дает продвижение этой продукции за пределы Рязани и Рязанской области. Хлебобулочные изделия производятся по ГОСТу. Рецептура изготовления совершенно прозрачна. Вода, мука, немного сахара и закваска. Чтобы получить вот этот знак «Рязанское качество», мы выбрали не социальный хлеб, вот этот вот поточный, а улучшенные сорта хлеба, но более, вам сказать, такие изысканные, к которым относится столичный и к которым относится бородинский хлеб. Если в 1958 году предприятие работало всего три номинования продукции, на данный момент вырабатывается 187 номинований продукции. Предприятие ведет свою историю с 1958 года. За это время хлебозавод номер три стал одним из крупнейших предприятий в Рязани и области по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Специалисты завода разрабатывают особый ассортимент продукции, который не встречается на других предприятиях. И такая работа ведется постоянно. Рязанцы, как и жители области, смогли провериться в мобильном диабет-центре. Все желающие могли пройти тестирование на уровень глюкозы в крови и получить консультацию врача-эндокринолога. Надо сказать, что деятельность передвижного диабет-центра была организована по инициативе регионального Минздрава. В Рязани завершил свою работу специализированный мобильный диабет-центр, который был организован в рамках работы социального автопоезда «Забота и здоровье». Любой желающий мог пройти тестирование на содержание глюкозы в крови и сразу же узнать результаты, а при необходимости на месте получить консультацию врача-эндокринолога. Есть определенные опасения в том, что количество пациентов, у которых сахар повышен, становится все больше. Но это общемировая, общероссийская тенденция. По оценке специалистов диабет-центра, наши пациенты ухожены, у них своевременная диагностика. Они достаточно правильно наблюдаются нашими специалистами. Но все равно я обращаю на это внимание, в этом году, так же, как и в предыдущие годы, выявлены пациенты с повышенным сахаром впервые. Ежегодно мобильный центр посещает более 2000 человек. В среднем у 7% из них выявляется сахарный диабет. И это преимущественно возрастная группа граждан от 40 до 60 лет. Но по сообщению представители регионального Минздрава, сегодня болезнь молодеет. Это проблема не только медицинская, это проблема социальная, поскольку заболевают больные все более молодые, трудоспособного возраста. Часто они не знают о своем заболевании, ходят, как будто бы не болеют. И вот та акция, которая сейчас у нас проводится, она позволяет рано выявить сахарный диабет, рано начать лечить и тем самым предупредить осложнение. Подобные акции «Забота и здоровье» начали проводиться в Рязани с 2012 года. На сегодняшний день участники проводят акцию на территории всего областного центра, что, несомненно, упрощает оказание медицинской помощи для жителей удаленных районов Рязани. И о спорте. Сегодня рязанские спасатели приступили к первой сдаче нормативов физкультурного комплекса ГТО. Уж кому-кому, а сотрудникам МЧС по долгу службы положено поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Сдавали физкультурные нормы в четвертой пожарной части в московском микрорайоне. Сдача нормативов ГТО становится важнейшим критерием качества физической подготовки жителей России. Новая, переработанная советская система «Готов к труду и обороне» стала обязательной для сдачи в школах и институтах. Также сдавать нормы теперь будут сотрудники МЧС. Первый экзамен состоялся на базе Рязанской четвертой пожарной части. Пока, правда, сдавали лишь добровольцы. Для представителей опасной профессии такие спортивные мероприятия не являются чем-то сложным. Но и значение экзамена спасатели не умаляют. Сдача норм ГТО, я считаю, для сотрудника МЧС это в первоочередном порядке. Потому что сотрудник МЧС это лицо, в первую очередь МЧС России, который физически должен быть подтянут. Но и нормы ГТО, это для него должны быть как нормой сдачи физической подготовки. Потому что эти нормы, они также включены, и физическая подготовка, включена в профессиональную подготовку подразделений МЧС. Поэтому сдача норм – это одно из самых основных направлений нашей профессиональной подготовки. Если только 3 километра бежать, самое сложное, наверное, будет и долгое. А остальное все, любой сотрудник, я думаю, все выполнит на отлично. Конечно, волнительно, потому что, во-первых, это мероприятие в первый раз проходит. И всегда что-то неизвестное, что-то новое, это всегда волнительно. Но мы надеемся, что в МЧС служат очень сильные, ответственные люди. И я надеюсь, что все получится. Я еще сам занимаюсь лыжными гонками, но еще увлекаюсь велосипедом и бегом. Тренировка в повседневной жизни помогает. Я думаю, можно справиться с нормами ГТО. Сегодня сотрудники МЧС выполнили комплексы подтягиваний, отжиманий, приседаний, метаний, гранат и другие силовые упражнения. Также спасатели пробежали на скорость, спринтерскую дистанцию в 60 метров и на выносливость в 3 километра. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет начальник отдела по работе с общественным самоуправлением городской администрации Мария Бабкова. И речь в беседе пойдет о городском конкурсе на лучший двор, подъезд и ТОС. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. Сорок 20 40.